Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посмотрим вот такой интересный пульт. Это пульт Universal, производитель Rexand, для различных телевизоров. Данный пульт поставляется в блистере. В таком красном блистере он идёт. С инструкцией на русском языке. Инструкция содержит здесь листочек с кодировками, как бы так скажем, кодировками, кодировками для различных брендов телевизоров. Данный пульт настраивается очень просто, имеет два способа настройки. Первый способ настройки – это настройка в рамках бренда. Зажимаем красную кнопочку включения и зажимаем бренд, соответствующий вашему телевизору. Например, у нас телевизор будет Sony. Зажимаем двоечку. Красную двоечку. Индикация моргнула два раза, это значит, что код принят. Можно проверять этот пульт на нашем телевизоре Sony. У нас вместо телевизора будет тестер. Направляем, проверяем, всё ли корректно работает. Если некорректно работает, придётся воспользоваться автопоиском. Это уже будет второй способ настройки данного пульта. Это автопоиск. Для этого... Так, наш тестер. Зажимаем кнопочку молчания. Здесь она отмечена соответствующим значком. Подписано «Hair» сверху. Зажимаем её. И держим эту кнопку. Секунд через пять пульт начинает перебирать свою базу кодов. Данный способ настройки мне не очень нравится, так как я не увидел, как он действенно работает на тестере. Сколько раз я не пробовал. Так я не увидел смены кодов. Тестер ничего не распознал. Но я не буду сейчас утверждать, что это истина последней инстанции. Просто это моё личное мнение. Мне этот способ настройки не понравился. Поэтому я рекомендую вам пользоваться первым способом настройки. Вот таким образом данный пульт настраивается. Эта инструкция, если она у вас утеряна, я специально по этим видео оставил ссылочку на сайт производителя «Александ». И на официальном сайте вся документация по этому пульту представлена. Можете ознакомиться. Пожалуйста, изучите её. На этом всё. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч.